МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации ТОЛЕРАДОЕ КАМПАНИИ ГОМЕЛЬ, у студии працуе Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуском. Гэтая выборчая кампания вызначается активностью грамадян. Про гэты заявила старшыня Центры выборка Малидия Ярмошина, якая приняла у делу семинары у Гомелли. Китай становится ближай. Сенне у Гомелли открылся институт Камфуция. Суды на каляды. Молодь регион наладзить доброчинную акцию для дятей. А зараз об гэтым и иншим больше подробязна. Сенне отзначается юбилейная дата. Сто годов зня утварение органов державной безпеки. С профессийным святом керауництва особого составу ветеранов органов державной безпеки Беларуси повиншавау президент Беларуси Александр Лукашенко. У славным вековым летописи национальной спецслужбы есть немало ярких сторонок, наполненных легендарными именами, прикладами соправданного патриотизму, крыштальной сумленности, бездакорного выкананья службового обовязку и готовности до самоахверности, говорится о веншаванне. Александр Лукашенко подкреслил, что служение родиме – особливый гонор и великая отказность. Упевнены, что те перешние поколения супрацовников достойно выконывая свой обовязок, забеспечивающие надейную оборону беларусской державы. Залог поспеху – профессионализм и сталость кадров, высокий интеллектуальный и техничный потенциал органов державной безпеки, отзначил президент. Особливые слова удячности керауник державы адресовал ветеранам, которые являются узором верности присязе с правдными настауниками, чей бесценный опыт зауседы запотрабованы. Сегодня с нагоды 100 года органов державной безпеки Беларуси в Гомеле проходить урочистый сход. Под обязанностей глядите в наступных выпусках новинов. Старшиня Центральной комиссии Республики Беларусь по выборах и проведении республиканских референдумов Лидия Ярмошина приняла в делу семинары, який сегодня прошел в Гомеле. Подчас поседжения обмеркованы пытания, которые возникают у кандидатов и членов выборчих комиссий при организации выборов депутатов Мясцовых Советов. В сравнении с передней, эта кампания по выборам депутатов Мясцовых Советов вызначается большей значительной активностью граждан. Так, по информации Центра выборка, маколькость зарегистрованных инициативных групп, которые будут заниматься сбором подписов за конкретных кандидатов, повеличилась больше, как у полтора раза. У приватности на Гомельщине зарегистрована 3881 инициативная группа. У их составе знаходятся и представники пяти политических партий. Односно питание, с которыми граждане звертаются в выборчие комиссии, они тычатся головным чином процедуры вылучения кандидатов. При этом ни одной скарги от Жихароу Гомельской в области у Центр выборкам не поступило. Мы подобные мероприятия проводим, ну, наверное, уже около 20 лет, не меньше. Центральная комиссия, может быть, и дольше. Поэтому я с удовольствием встречаюсь с организаторами, это, в принципе, мои коллеги. Мы говорим на одном языке. Тут выясняются все те вопросы, которые уже появились у избирательных комиссий и которые требуют, может быть, однозначного разрешения и разъяснения. Что касается Гомельской области, то я могу сказать, что традиционно здесь выборы проходят очень хорошо и организованно. Здесь очень сильные организаторы выборов. Здесь есть преемственность. За это время уже поменялось поколение тех, кто проводит выборы, и тем не менее они вырастили хорошую смену. Мы протягиваем знакомить вас с ходом выборчей кампании у районах Гомельской в области. У Калинковицким сбором подписов за кандидатов у депутаты мясовых сообществ будут займаться больше, как 170 инициативных групп. Основная их колькасть створена у сельской мясцовости, что часто тлумачится отсутностью тут великих працовных коллективов, которые по закону могут вылучать своих представников. И какие пытания хвалят жихаровые районы, как працует мясцовый депутатский корпус, доведался Олег Синцерову. Как свечить в опыт попередних выборов, основная колькасть кандидатов у депутатов Калинковицкого районного совета вылучается працанными коллективами. На другие места сбор подписов инициативными группами. Некоторые организуют пикеты, а на больший эффективный шлях сбор подписов непосредственно по месту жихарства выборщиков. Такая практика мая свои плюсы, грамадянин, який мая намер поставить свой подпис за конкретного кандидата, повинен продавить пашпорт, а на улицу зым выходить далеко не все. У вогули, напоминно, проводимые выборчай кампании у Калинковичих можно убачить повсюду. Отповедные плакаты размещены як у громадских местах, так и у организациях, у цемляку районной поликлиницы. Головного врача районной больницы Александра Пархоменко четыре года тому вылучил працовный коллектив, який налечивает больше полторы тысячи человек. За минулый час во установе многое изменилось, в первую очередь, в плане оснащения сучастным медицинским обсталеванием. Это позволяет экономить бюджетные сроки на проведение обследований, так и час пациентам, в предночасовом повышении якости обслугования. Это тем больше важно, что выдатным здоровьем значная часть местов гоносельства похвалиться не может. Правда, сподеваться только на медицину уголовный врач и депутат не раить. Необходно и самим клопотиться в властном здоровье, а тому Александр Пархоменко потребляет все меры, что подпремяется в районе о этом накерунку. Должна быть мотивация, мотивация работой, мотивация зарплатой. Здоровый человек – это, скажем так, хорошая зарплата, и, соответственно, все остальное – это уровень жизни и, скажем так, уровень жизни семьи этого человека. А когда нет такой заинтересованности, то, в принципе, люди не обращают внимания ни на здоровье, ни на себя в том числе. Журналисты районной газеты «Калинкевские новины» районную больницу наведывают часто и не только как пациенты. Тут, скажут, завсюду можно знайсить темы цикавые для читачов. Хоть в сфере интересов не только медицина, гоноровые грамоты национальных сходов Республики Беларусь и Державного комитета под руку, дипломы Абл-Ваканкама и грамоты Патриаршего Экзарха – все это подтверждение высокого профессионализма журналистов, сирот темы, которые пропонуются на пошне для Турцы, по лябшине жилевых умов калинкевичан, развитие в районе сучастных сродков телекоммуникаций, обороны правов с пожилцов. Головный редактор Ваданне Иван Гараст признается, что, дякуючи такой разностайности, он в курсе усих падей, что отбываются в регионе. Это допомагает у темнику и депутатской деятельности. За чверць сагодя на посаде Головного редактора Иван Гараст выбирался депутатом областного совета и пять разов районного. Кажет, что на сессии раше неизвычайно принимается ходка, а ле к этому за фёды попередничая великая подрыхтовшая работа. Именно на комиссиях идут жаркие споры, дескучные обсуждения сколько денег, куда, на какие цели, чему отдать приоритет, что поставить в голову угла. Вот на эти вопросы. А потом уже, когда проходит, выносится этот вопрос на счастье, то создается иногда впечатление, что так всё гладко, всё решено, чётко, никаких дискуссий и споров, потому что вся основная работа проделана уже в комиссиях до этого. Олег Синтеров, Евген Макенко, телерадиокомпания «Угомель» с Калинкевичем. Сегодня у Гомельским державным университетом имя Франциска Скарыны открылся институт Конфуции. На его створение спотребилось три годы. И вот с 10-го снежня было подписано выниковое погоднение, складенный план работы на будущий год и затверджены кандидатуры директоров. Светками урочистого открытия института и початку новой истории у навуковым жития региона стали наши корреспонденты. Сегодня в Беларуси неколькие предприемства и объектов, которые будутся при поддержке КНР. Есть компании, где работают китайские специалисты. А кроме того, за последние семь годов наладжены работы китайских волонтеров в нашей краине. Тому потребность у беларусских специалистов с ведением китайской мовы нас пела давно. Их подрыхтолкой будет займаться институт Конфуция, который открылся на базе ГДУ имя Франциска Скарыны. А жития ведь идею допомог Нанкинский университет навук и технологии. Сопроцентство двух ВНУ ведется больше, как 20 годов. Договорная база складает свыше 20 документов. В 2013 году на базе Гомельского университета был открыт кабинет Конфуция, где распространялся учебная и культурно-осветницкая деятельность. Кабинет наведывали больше за 100 беларусских студентов. Открыть уж института позволит повеличить эту личбу в несколько разов. Приоритетными направлениями работы станет увеличение китайской мовы, академичный обмен и распространение культуры и традиций поднебесной. Это не отдельное учреждение, в которое требуется поступление. Это институт при Гомельском государственном университете. Это был кабинет, теперь это будет институт. У этого института существует штат сотрудников. Будут наняты дополнительные преподаватели, дополнительные работники и те мероприятия, те образовательные проекты, в которых будут участвовать наши студенты, значительно расширятся. Подобные установы створены у трех столичных ВНУ. У белорусским державным, Минским лингвистичным и национальным техничным университетов. Гомельское ВНУ стало первой из региональных. Я считаю, что для такого города, для распространения китайского языка это очень важно, потому что вот в Гомель от города Минска это так далеко, и если студенты, которые хотят изучать китайский язык, они не смогут поехать в Минск, и поэтому здесь будет удобно и близко. Такое событие очень значимо для двух университетов. Сейчас мы хотим обучить больше студентов для обмена и расширения культурных связей между странами. Мы хотели бы использовать Институт Конфуция как платформу для обучения большого количества студентов, получающих здесь разные специальности. И в будущем они помогут экономическому и техническому развитию двух стран. Ганна Ковалева, Александр Харлампу, телерадио компания Гомель. У Гомеля подвели выники проекта подрыхтовка до самостойного житиям. Детей-сирот, детей, якея засталися без опеки батьков и молодых инвалидов, якея мауць сабливости развитиям. У нашей в области проживая больше 800 таких детей. Зьих на семейных формах выхования знаходится больше 300, свыше 500 проживая у интернатных установах. А кроме того, у домах-интернатах знаходится больше 450 молодых людей с серьезными порушениями здоровья. Проблема их подрыхтовки до самостойного жития и интеграции в громадстве застается актуальной. На протягу года Международное Доброчинное Громадское Объединение «До поможем детям разом» проводила широк мероприемства у рамках проекта. Сирот их фестивали и конкурсы для детей, семинары, тренинги опробовали такую форму выхования как патронат, когда детям с тяжкими порушениями развития живет некоторый час у гостевой семьи. Выдадены методичные рекомендации и доведник по самостойным житиям для детей. В июне у нас прошел фестиваль «Мы вместе и нам от этого хорошо». В нем приняли участие молодые люди и дети с особенностями развития. Пригласили к себе в гости детей из общеобразовательных школ. Были проведены конкурсы, мастер-классы и в результате этого мероприятия в воздух были запущены шары. Они взвелись над крышами школы-интерната. Важные выники реализации проекта развития навыков коммуникации по мерковности и умения обороняться от разных форм гвалту. Приемные родители смогли обменяться опытом и отримать парады по работе с детьми. Кермаш вакансий для ожидающих працевать в гандлевой сферы отбудется завтра в Гомеле. В этот день будет организована встреча с искальником вакансий с представителями кадровых служб, гандлевых организаций и предприемства города. Мероприемство отбудется у городским управлений по праце занятости и социальной обороне на Пролетарской 18. У Беларуси измененный график работы установ Аховы Здоровья в ближайшие выходные и святочные дни. Как поведомили у Министерства Аховы Здоровья больничные организации 23-го Снежня и 20-го студеня будут працевать по графику субботних дня, 24-го Снежня по графику выходного дня, 25-го Снежни и 1-го студеня святочного, а 2-го студеня якупрацовный день. Чарговый автобус со школьниками пришлось вызволять со Снежного полону выратовальникам Гомельщины. На этот раз инцидент отбылся у Петриковским районе. Школьный автобус с 6-ю детьми и 2-ма дорослыми затримался наперед дни вечера на дорозе Калявески Беразняки. Выратовальники достали автобус со Снегу с допомогой стационарной лябедки. Цуды на Каляды. У в области проходить доброчинная акция по сбору сродков и новогодних подарунков для детей, которые опынулись в тяжкой житевой ситуации. Это годовое суместное мероприемство Белорусской Республиканской Пионерской Организации и Союза Молоди. Волонтерские отрады организуют сбор подарунков и ладят святочные программы для выхованцев детских домов, школ интернатов, притулков для детей инвалидов. У якости подарунков примаются спортивный инвентар, цацкие канцелярские товары. Усё, что необходимо детям по уседённым жить. Одна из мэта доброчинной акции выхования у подрастающего поколения почуття милосерности. В рамках этой акции волонтеры Гомельской области собирают денежные средства для реконструкции областной детской больницы, чтобы позже их перечислить на благотворительный счёт. Да также гомельчане, находясь в торговых центрах, могут оставить новогодние подарки для нуждающихся детей. Позже, собрав эти подарки, наши волонтеры передадут их в социальные учреждения. Волонтеры руху доброе сердце имкнутся подарить свято детям, которые живут во всех кутках Гомельщины. Заплановано больше 140 святочных мероприемств с уделом трех тысяч детей. Акция протягнется до 10-го студеня. Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by Далее у эфиры спортивный огляд. С новинами спорту вас познаем медь мой коллега Михаил Садоуский.